Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 123 псалом хочу почитать. Песнь восхождения Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душею нашей. Прошли бы над душею наши воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Имени Господа. Помощь наша в имени Господа. Но сказано, что Бог оценил Слово Своё выше имени Своего. Поэтому будем благодарны Богу за всех, кто цитирует Писание, кто рассуждает по словам. Поэтому я благодарна вот такой Татьяне Аренбург, которая уже несколько лет работает в теме «Грядущий царь», изучает и Коран, и следует... Следует пророчество Мастердамаса, конечно же, Святое письмо. Вот. И у неё есть такой немножко интересный... Как бы это называется конкуренция, интересная конкуренция с Олегом Николаевичем. Она постоянно его, как бы, критикует. Вот. Она цитирует. Грядущий царь, ошибка Олега Николаевича, Дух Святой живет в нас. Вот. А якобы он говорит такие слова. В один прекрасный момент, когда он, Иисус, крестился у Иоанна Крестителя, через воду к нему идёт информация. Так говорит и Олег Николаевич, которому критикует Эренбург Татьяна. И вот я говорю, значит, Бог что-то говорит через этих людей. Почему так сказал Олег Николаевич? Через воду к нему идёт информация. Иисус крестился, и через воду идёт к нему информация. Может, через воду идёт информация, но в Слове Божьем вода живая. Это и есть Слово Божьем. Иисус говорит, я даю вам живую воду, и пьющий мою воду не будет жаждать вовек. Это говорит Иисус. То есть, Олег Николаевич, рассуждая по Писанию, или не по Писанию, кстати, он по памяти как бы исповедует то, что передавалось уже поколение в поколение. Все знают, и картинник говорит о том, как крестился Иисус в воде. И вот он говорит, что к нему через воду идёт информация. То есть, образно говоря, Бог стучится, что нужно познавать. И Слово Божие это то, что даёт нам жизнь, то, что нас оживотворяет. А я проповедую вечность на земле, поэтому давайте прислушиваться. Дальше, что говорит Олег Николаевич? И тут же они видят, что Святой Дух спускается. Первое. Святой Дух спускается. Это означает, что Святой Дух не живёт в человеке. Такую логику нам даёт Олег Николаевич. Это просто невозможно. Ну и тут же Татьяна, показывая видео с этими фразами, критикует его. Говорит, ну что, Олег Николаевич, будем теперь обращаться к богодухновенным текстам, потому что вы их абсолютно игнорируете. Итак, давайте начнём с Соломона. Премудрость Соломона, 12.1. Нетленный твой Дух пребывает во всём. Говорит. Не просто говорит, а показывает эту книгу. Кстати, это Премудрость Соломона. Это неканоническая книжка. А я тут читаю. Вот она просто заставка у меня просто украинская Библия. С такими неканоническими украинскими. А тут я читаю дальше. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь. Очень важно сказать. То есть Татьяна цитирует только первый стих, не тлеющий твой Дух пребывает во всём. То есть она хочет сказать и человеке тоже. И тут же, она же показала в видео эту главу начала. Я сразу её пишу. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь. Мало-помалу. Обратите внимание, что бог показывает. Он не может сразу всё открыть. То есть Татьяна где-то заблуждается. Я уже в предыдущих своих видео практиковала о том, как она рассуждает, что Отец имеет тело. Почему она ведёт? Вообще, в принципе. Вот. Не знаю. Мне уже бог показывает, что у неё, наверное, какие-то опыты были с помазанниками Божьими в прошлых жизнях. Может быть, она была для кого-то дорогим человеком. Поэтому для неё этот человек был Богом. Не будем. Бог всегда шутит тоже. Да. Обличаю. И напоминая им, чем они согрешают, разумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи. Да. И вот я вчера для себя открыла потрясающее слово. Я работаю на заводе. Мы тяжело работаем. Нас заставляет работать очень много. И, конечно же, приходится сопротивляться, потому что мы болеем из-за того, что тяжело работаем. Логично? Вполне логично. И вот, конечно же, все знают, что исход двадцатая глава. Это десять известных заповедей. Может, их там и больше, этих заповедей. Бог их номеров не давал. Вот. И с чего они начинаются. Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай в себе кумира и никакого изображения. Но первая заповедь, это все-таки. Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. О чем говорит Господь? Он обращается к людям. И первая заповедь. Я Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть, все человечество, которое в большинстве своем пребывает в относительном рабстве. Потому что или тяжело работает и мало получает. То Бог не может к ним достучаться. Он не может к ним сказать, я Бог. Понимаете, в чем беда? Поэтому, когда я говорю о справедливости, некоторые со мной спорят. Справедливость и в Коране встретила. Я уже в какой-то суре уже четко об этом говорил. Просто Бог говорит о справедливости. Хотя сестра моя говорит, Бог не говорит о справедливости. Он сказал, что основание будет твою справедливость. А какая же справедливость, если мы еще живем в такой земле египетской и в доме рабства пребывать? Понимаете, что Бог плачет за людей, которые вкалывают за троих. И это не утрирование. Потому что ноги синие, говорят люди. А я проповедую жизнь на земле. Поэтому, так как я не могу достучаться до власти, которая меня может просто с презрением выкинуть, может не выкинуть, уже вчера мастер мне сказал, шапка двери. Это по-украински. То есть, увольняйся. Ну хорошо. Понимаете? То есть, я сопротивляюсь этому рабству, этому иглу, когда некоторые работают без перерыва, приходят на полчаса раньше, чтобы сделать план, а меня уже изгоняют вон. Да, так я все-таки хотела сказать об ангелах и еще до них не дошла, к сожалению. Так вот, если человек ангел, он творит духов. Это слово. Дух это слово. А служителями твоими огонь поедающий. То есть, я, наверное, не ангел, а я служитель Богу. Потому что я говорю слова, которые должны воедать грех из души человека. Такая информация об огне поедающем и ангелах. Это у нас 103-й псалом. А, да. Или 1-й евреям, 1-я глава. Очень хорошее слово. Очень хорошее слово. Просто мне Бог сегодня дал очень много информации. И я благодарна Богу за эту информацию. Вот. Я благодарна Богу за всех, кто служит Богу. Кто даже в этой теме грядущего царя ищет Бога. Даже может какой-то своей славы. Ну, вот у меня в комментариях возникла очень важная информация. Я с ней согласна. Я не могу об этом молчать. Это такой ангелочек пишет у меня где-то в комментариях. Потому что мы должны действительно бояться Бога. Это очень серьезно. Я уже цитировала это местописание. Вот. О том, что начало мудрости и страха Божьей, когда я критиковала Татьяну. Альцбург я говорила. Это очень важное слово. Посмотрите мои предыдущие ролики. Так вот, Елена Макан, я уже цитировала, она пишет 3 дня назад у меня в комментариях под видео грядущий царь, единый Бог. Я уже последних 3 видео под этой рубрикой очень сильно возмещаюсь. Чем я возмещаюсь? Тем, что люди начинают рассуждать без Духа Божьего. Потому что мы должны проповедовать не мудрость человеческую, а силу Божию. Силу Божию должны показать. Понимаете? Вот. Мы должны быть пророками. Мы должны обличать зло и грех, которые царствуют в мире. Вот. И что пишете Елена Макан? Срочно. Это жизненно важное. Всем, кто считает себя то вторым пришествием или Иисусом, или Мессией, не на правах, или Богом, или Матерью Мира, даже не зная о чем, о ее важности и правильной этой роли трудной. Эта ноша на плечах мне точно не хотела носить. Буду писать Катренами. Это знающий язык. Это очень серьезно. Будете отвечать. Будете отвечать. Вы сами, представляя вашу жизнь в опасности, не понимаете учить вас, принимая не ту роль, искажая инфу, даже если ваше намерение во благо, во благо. Искажая информацию. Правильно. Даже если ваше намерение во благо. Вы хотите что-то донести. Ваше намерение во благо. Но! Искажая информацию. Мы терпим крах. Бог вселенная, архитектор. Тот же Брахма. Тот же Дио. Думизио. После долгих дорог и времени я на земле. Я пришел. Было очень трудно. На планету. Мой родной дом. Здесь и сейчас нахожусь и учусь. И предупреждаю. То, что вы делаете сейчас, будете отвечать. Сколько еще будете продолжать? Будете жить. А потом итог я вас буду. Объяснение вашей службы и всех вас. Я должен, как по лестнице, поставить по местам. По местам кресла не дам, говорит Бог. Вас ввели в заблуждение. И ваше учение не полное искажение. Даже если ваше намерение передавать слово его. Ваше намерение передавать слово его. Но! Если вы ищете кресел, если вы хотите действительно быть царями, то вы не у Бога живете. Понимаете? Вы не слушаете Богу. Бог предупреждает, что нужно искать славу Богу. А слава Богу это понять, что любой человек в комментариях может вам давать информацию. То есть не возгордится, как вот эта Елена Татьяна. Там человек один очень важную информацию у него в комментариях оставил. Это важная, очень важная информация. Она говорит, о каком отношении к этой теме имеют ваши комментарии? Нет, информация может быть и не под темой, но важная и важная. Потому что это тема для вашего нового слова. Ваше намерение передавать слово его. Вы все о Боге говорите о себе. Это очень серьезно. Приходите лично. Приходите лично. Надо молиться. Нужно вам всем объяснять. Много вас по имени назову и предупрежу и Татьяну, и Валентину, и Виталию, Ирину, и Святославу, и Лилию, и Ольгу, и ты гончаешь все ко мне на планете. Беда. Когда я на планете, имея глаза, и вижу, и слышу, и читаю о вас и то, что вы пишете или передаете через интернет, Ваша жизнь в опасности. Я на земле. Я пришел. Всем лично нужно объяснить. Вот это Елена Макао пишет. Разместила. Три дня назад мне Бог ведет это читать. Потому что есть священники, и они тоже священники. Пророки тоже священники. То есть Бог обличает. И нужно каяться. Нужно искать не свои славы, а славу единого Бога. И все-таки Бог ангелами творит Духа. Вот ангел пришел через это Елена Макао. Он творит Духа. Он дал слово обличению. Для чего? А еще служителями огонь пламенеющий. Для чего огонь? Чтобы выжигать грех. Чтобы мы были правильными. Чтобы мы очищались от любого зла. Такая информация. Вот. Об ангелах сказано. Ты творишь ангелами своими Духом. Это евреям 1 глава 7 стих. И служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол Твой Божий век века. Жезл царства Твоего. Жезл правоты. Это есть правильность. Ты возобил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Божий Бог Твой. Дели им радости. Боли соучастников Твоих. И еще очень важное слово на эту тему. Ангелами Твоих Духов. Это 103 Псалом. 103 Псалом. Есть 103. Это в Русской Библии Украинской 103. Я учила на память. Да. Благослови душа моя Господа. Господи Боже мой, Ты дивно велик. Ты обличен славой и величием. Ты одеваешься светом, как резы. Простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горные чертоги Твои. Делаешь облака Твоей колесницей. Шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духом. Служителями Твоими огонь поедаешь. Пылающий. Ну вот. Это кто автор евреям? Говорят Павел. Может и не Павел. Сомневается. Процитировал 4 стих. 103 Псалом. Написал. Бездной, как одеяния покрыл ты ее, на горах стоят воды. На горах стоят воды. Это образ для нас тоже. На горах воды. Слово Божие. Должно быть на горах. И вот. Анализируй то, что говорит Татьяна дальше Олегу Николаевичу. Значит, я уже процитировала. Там. Она цитирует Примуды Соломона, да? Она прочитала только первый стих. А я читаю дальше. Я читаю дальше. Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь. И напоминая им, в чем они согрешают, вразумляют, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи. Так. Возглушавшись древними обитателями святой земли твоей, совершавшими ненавистные дела волхования и нечестивые жертвоприношения и безжалостное детоубийство. Так вот, немножечко перепутал еще раз. Так. Возглушавшись древними обитателями святой земли твоей, совершавшими ненавистные дела волхования и нечестивые жертвоприношения и безжалостное детоубийство. Это очень важно. Бог показывает, что вот древними, а то, что сейчас происходит в церквях, это... Оно устарело, потому что мы видели Кирилла, да, как он упал. Бог обличил ему. Он возгнуш... Бог, в принципе, поступил по слову. Он гнушается, понимаете? Он гнушается этими древними обитателями святой земли твоей. То есть своей, да? То есть человек говорит о Боге. В церкви находится именем Иисуса. А вообще-то он совершает ненавистные дела волхования, а не молитва Бога, понимаете? Он совершает нечестивые жертвоприношения, да, когда благословляют войну. Да? Это жертвоприношение ненавистное Богу. Нечестивое, да? И безжалостное детоубийство. Конечно же. Безжалостное детоубийство. Сколько уже детей погибло Украине от этой войны? Вот. Ну, а Таня делает такой вывод во первом стиху. Нетленный твой дух пребывает во всем. Она говорит, что вот значит и в человеке пребывает нетленный дух Божий. Ну, конечно, Бог обитает в нас Слово. Мы сотворены для вечности. Он передал нам привет в наших генах. Кто знает, что он написал, что я Бог. В генах уже прочитали. И он дает нам вечность через Слово. Вот. Дальше. Татьяна цитирует первое послание. Коринфянам 3 глава 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Аминь. Хорошее очень слово. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. И это храм Б. Дух Божий живет в нас Словом. Понимаете? Словом, информацией. Когда те, кто изучает Писание, они обличаются. В первую очередь обличаются. Так что вы, Олег Николаевич, не правы, говорит Татьяна. Другое дело, что Дух Святой снисходит как знаковый элемент. Потому что Дух Святой способен визуализироваться в виде языков пламени в форме голубка. Ну, я не думаю, что голубь. Бог силен управлять любым животным. Да. И ангелы, наверное, это умеют через мозги животных направлять. Животных и птиц тоже. То есть это все естественно, что у меня тоже птички четыре вдруг появились в нужный момент в огороде. И после этого такого не повторялось. То есть это Бог делает, что хочет. Это не обязательно, что это был голубь, говорит Татьяна. Я с ней согласна. Это был голубь, который сходил на Иисуса. Потому что Бог творец всего. Дальше. Ну, помимо этого Дух Святой проявлял себя как дым в храме Соломона. Ну, я совсем не знаю. Бог может с материальным миром творить всё. Поэтому Татьяна, рассуждая по словам, слышала глаз. Если глаз, значит, как может быть глаз Божий без головы? Так рассуждает Татьяна. Потом перстом Бог написал из Крижа Олегзавета 10 заповедей. Тоже смешно звучит. Потому что перстом, значит, у Бога есть перстом, значит, он материальный. Нет, это образ. Это образ для нас. Ну, а как Бог может сказать? У него нет органов, он дух. Но он образно говорит. Понимаете? То есть, ну, не в том, что образа, не в том смысле, что иконы. Бога нельзя изобразить, потому что он дух. Да. И этот дым будет обнаружен в храмах в последнее время. Ну, вот единственное, что да, в храмах в последнее время будет дым. В дым, который Кириллу немножечко затмил зрение или разум. Он забыл, что он только что этой водичкой сильно разбрызнул, да, и упал. Ну, что бы он не то купил. Скоро-скоро. Так вот, в храме Соломона не мог зайти никто в храм Соломона, кроме Соломона. Да. И тут же я уже возвращаюсь к той поповеди Татьяны Ленинсбург, Священной Короной, которую я уже практиковала очень сильно, что она говорила, что Бог материален, интересен. Вот. И вот она цитирует тут дальше. Седьмая сура преграды. 143 ая. Когда же Мусам Моисей пришел к назначенному нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал, Господь, покажись мне, чтобы я взглянул на тебя. Он сказал, ты не увидишь меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь меня. И тут очень важное слово. Бог предупреждает тех, кто думает, что можно грешить и иметь Духа Божьего. Чем это может закончиться? Посмотрите дальше. Когда же Господь его явил себя горе? Явил себя горе. Те, кто хотят видеть Бога. Чистым сердцем Бога узря. Очищайте сердце через Слово, через познание Творца. Очищайте Его сначала. Он превратил ее в прах. Понимаете? Когда Господь явился горе, Он превратил ее в прах. То есть и грешные люди, которые возгорделись занимать высокой должности. Если вы хотите увидеть Бога, то вы боитесь Его, потому что Он вообще-то гору, которой явился, превратил ее в прах. И Муса Моисей упал без сознания. Придя в себя, Он сказал, предчистый, я раскаиваюсь перед тобой. И я первый из ведущих. И дальше, 144 стих. Он сказал, о Муса Моисей, я возвысил тебя над людьми благодаря моему посланию и моей беседе. Возьми то, что я даровал тебе и будь одним из благодарных. Вот в чем обличает меня лично Бог. Что мы неблагодарны. Что мы неблагодарны Богу. Имея такое умазание, мы не воздаем Ему славу. Татьяна говорит, Дух Святой, Он исходит от нашего Создателя. Я хочу зачитать одну цитату. Господь взял от Духа Своего и раздал мужам, которые писали писания. Это очень важное слово. Я благодарна Богу за Татьяну, что Бог ее ведет и мне открывает информацию. Числа, 11 глава, 25 стих. 24 начнем. Моисей вышел и сказал народу слова Господни и собрал 70 мужей старейшего народа и поставил их около скины. И сошел Господь в облаке и говорил с ними, и взял от Духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Как Бог мог взять от Духа, который был на Моисей, и раздать его 70 мужам? Давайте воспринимать наш Дух как компьютер, которым можно заложить программу. И отсюда дары иных языков, что мы молимся. Бог и дневерующим тоже дает программу, которая выливается в каких-то красивых композиций, танцах. Это тоже программа информации, научных исследованиях, научных разработках. Это тоже программа. Бог творит ангелами своими Духом во время сна. Когда мы спим, как раз во время сна Бог и приходит, и дает нам программу. Благодаря этим программам люди встречают свои половинки и прощают многое любимому человеку. И сохраняют семьи, сохраняют роды. И вот, что самое интересное, 26 стих 11 главы числа. Двое из мужей оставались в стане. Одному имя Елдад, а другому Мадад. Но и на них почел Дух, и они пророчествовали в стане. То есть не только те мужи, которые вышли за стану и были возле скини, но и обыкновенные мужи тоже могут пророчествовать. И это настоящие пороки, которых многие отвергают. И Бог смеется с тем, кто возгордился и считает, что Он Исер в последней инстанции. Будьте многословены. Будьте многословены.